Когда маленький мальчик заблудился на бескрайних просторах Африки, он, конечно же, сразу запаниковал и начал громко звать на помощь. За исключением того, что на крики мальчика из чащи внезапно появился огромный лев, и то, что произошло после этого, было просто невероятно. Итан, маленький мальчик, полный любопытства и жажды приключений, оказался в полном одиночестве среди непроходимых африканских джунглей. Это произошло во время семейного отпуска в Африке, где каждый день до этого момента был полон открытий и радости. Однако одно опрометчивое решение попытка Итана заглянуть в ближайшие кусты, убегая от родителей, привела к настоящей катастрофе. Блуждая среди густой растительности, куда даже солнечные лучи едва проникали сквозь переплетение листьев и веток, Итан чувствовал себя совершенно одиноким и беспомощным. Первобытный страх охватил его, когда он понял, что заблудился и не знает, как вернуться в лагерь, а на его громкие крики никто не откликнулся. Мальчик тут же вспомнил все страшные истории о диких зверях, которые могут подстерегать в Африке на каждом шагу, и его сердце забилось сильнее все быстрее и быстрее в тревожном предчувствии опасности. Итан все еще плакал и кричал, когда кусты поблизости внезапно зашевелились. Мальчик с надеждой прошептал «мама», «мамочка», но вместо этого из кустов внезапно появился угрожающий рычащий лев. Хищник казался огромным, его холодные глаза смотрели прямо на Итана, заставляя его вжаться в землю изо всех сил. Мальчик был убежден, что это конец его захватывающего приключения в Африке. Однако, к удивлению Итана, лев не напал на него сразу, а подошел к нему вплотную и начал слизывать слезы, судя по выражению его лица. Итан не знал, что делать, поэтому просто затаил дыхание и старался не двигаться. Вскоре Итан понял, что хищница, которая оказалась крупной взрослой львицей, не собирается причинять ему вреда. Облегченно вздохнув, мальчик начал думать о том, как ему найти дорогу домой. Итан начал осторожно пятиться, стараясь не нервировать крупного хищника, но споткнулся о толстую лиану и упал на землю, сильно ушибив правую ногу. Мальчик всхлипнул от боли и отчаяния, и львица, словно почувствовав боль ребенка, подошла к нему снова и принялся нежно вылизывать его раненую лапу. Итан был сбит с толку необычным поведением хищницы, которая, судя по жутким рассказам взрослых, давно должна была напасть на него. Он не мог понять, почему эта загадочная львица ведет себя так мирно. Казалось, что хищница недавно вырастила собственных детенышей, и ею все еще руководил материнский инстинкт, который не позволял ей причинить вред человеческому ребенку. Итан попытался сделать несколько шагов, но тут же застонал от боли, так как, похоже, вывихнул правую ногу. Однако львица тоже поняла это, она подошла ближе к мальчику и позволила ему взобраться на ее мощную мохнатую спину. Итан мысленно поблагодарил огромную хищницу, крепко ухватился за ее мех и закрыл глаза, в то время как львица уверенно шла через чащу, казалось, зная, куда ей нужно идти. На мгновение Итан испугался, что львица приведет его в свою стаю, которая в одно мгновение может разорвать его на куски, но мальчик постарался отогнать от себя дурные мысли. Менее чем через полчаса они подошли к небольшому ручью, где львица легла на землю, позволив Итану спуститься и напиться чистой прохладной воды. После короткого отдыха они продолжили свой путь, и вскоре Итан услышал где-то поблизости человеческие голоса. Львица опустила ребенка на землю и отошла в кусты, а Итан начал громко кричать и звать на помощь. Через несколько минут на поляне появились родители мальчика и несколько местных жителей. Его мать со слезами на глазах подхватила Итана на руки и крепко обняла его, в то время как его отец заметил львицу в кустах и приготовился выстрелить в нее с ружьем, уверенный, что хищник охотится на мальчика. Когда Итан увидел это, он закричал, что лев теперь его лучший друг, который спас ему жизнь. Услышав от Итана о его невероятных приключениях в джунглях с львицей, мама и папа открыли рты от изумления. Львица убедилась, что ее маленькому другу больше не угрожает опасность и незаметно исчезла в густых кустах, а все люди долго смотрели на нее, преисполненные благодарности за спасение Итана.